Привет, меня зовут Татьяна, я жена алкоголика. Я безумно счастлива тому, что происходит сейчас здесь. Огромное вам спасибо за то, что вы пригласили меня. Я не знаю, помогу ли я кому-нибудь из вас, но то, что вы мне поможете сегодня, я в этом вообще не сомневаюсь. Наше сообщество, это сообщество мужчин и женщин, которые делятся. Я буду делиться сегодня с вами тем, что есть у меня. Я не выходила замуж за алкоголиком и поженились с моим мужем, когда нам было по 20 лет. Это был непланируемый брак. Это был брак по залету. Я с ней зашла. Я забеременела, он сделал мне предложение. Я прям сделала ему одолжение, вышла за него замуж. Я только в Уланоне потом поняла, господи, а на что, собственно говоря, я рассчитывала. Я никогда не была благодарна этому человеку. И поскольку мы были бедными студентами, свадьба была в лесу. И он напился вдрыск. И весь вечер провел лежа у меня на коленях и у моей одногруппницы, которая была моей свидетельницей. И вы знаете, я тогда не разозлилась на него, и я была совершенно способна понять его. Я понимала, человек устал и понервничал. Я не обиделась на него. Тогда я была способна понять другого человека. Когда я пришла в Уланон, у меня уже не было этой способности. А потом прошла жизнь, да, и я прошла все. Я прошла первую, вторую и третью стадию алкоголизма. И я все время была рядом. И я это видела, и я понимала, что происходит. И я ему говорила, да. Как только пришел вот этот вот алкоголизм, я сразу начала бороться с ним. Потому что я была абсолютно уверена, что вот я с этим справлюсь. Вот что угодно готова была терпеть, но только не мужа-алкоголика. Вот это не мое. Я всегда это понимала. Я с алкоголиком жить не буду. Точно так же, когда нам было по 19 лет, я сказала своему мужу. Женщина, которая выйдет за тебя замуж, будет круглая дура. Сама оказалась на этом месте. Вот. И вы знаете, это все развивалось в течение долгих лет. И я все время пыталась что-то сделать с этим. В начальной стадии, да, когда я уже видела, что уже реально пошли серьезные проблемы, и у него пошли уже запои, я пришла и сказала ему, блин, толкаш. Он сказал, если я не могу выпить стакан водки, значит, я не мужик. Я сказала, а ты не мужик, да, вот и вали отсюда. Но были такие условия, потому что мы только что купили шикарную трехкомнатную квартиру через дорогу от нашего дома, сделали там потрясающий ремонт. Я сказала, вот иди и живи там. И я поставила жесткие условия, что со мной не общаться и меня не видеть. Но при этом я каждый день ходила туда в квартиру, убирала, носила туда еду, гладила ему рубашки. Я присутствовала в его жизни, но он меня не видел. И это длилось месяца два-три. Для него это был ад. Потому что для него всегда вот ценность семьи, для нас обоих всегда было важным делом, да. Вот мы были заточены под семью, мы хотели быть вместе. А потом он пришел и сказал, ладно, окей, я алкоголик. Я сказала, вот иди, блин, и борись с этим. И начался долгий период борьбы. И это тоже длилось несколько лет. Ой, это было тяжело и мучительно, да. Самое удивительное, что моя лучшая подруга, она и до сих пор является семейным врачом нашим, да. Она была рядом, она все это видела, она мне говорила, Таня, это болезнь. Она прогрессирующая. Периоды между запоями будут укорачиваться, запои будут увеличиваться. Я не могла это принять. В это было невозможно поверить. Ну, потому что я всегда, всегда со всем справлялась. И я была абсолютно уверена, что вот что-нибудь, да я и найду. И как-нибудь мы эту проблему решим. Вот. Ну, что начали решать, да. Когда, после первой же капельницы, да, у него рвануло сердце. Ой, это было веселье. Я прислонила ухо к груди, а там такой металлический скрежет. Провалились три клапана. И стали готовить к операции. Полгода готовили к операции. Я жила в аду, я так боялась. Я по ночам ходила и слушала, дышит он или не дышит. Вот тогда мне понадобился Бог. Я тогда очень много молилась. И Бог пришел и помог. Ему сделали великолепную операцию. Заменили один клапан, сделали пластику двух клапанов. И я подумала, ну все, теперь все будет по-другому. А когда он выписывался, он задал врачу вопрос. Он сказал, доктор, а пить-то можно? А доктор сказал, что вы имеете в виду? Он говорит, ну алкоголь. Доктор говорит, да конечно, рюмочка там, коньякань. Я, блин, готова была убить этого доктора. Сволочь, что ты несешь, да. И совершенно, вот это вот удивительно, он все равно продолжил пить. И пошли, да. А поскольку был искусственный клапан в сердце, то была проблема. Не принимала наркология. Они говорили, мы не имеем права оказывать наркологические услуги. Вот у себя, да. И мне главный врач наркологии того города, где я тогда жила, сказал, сходите в городскую больницу, в кардиологическое отделение. Поговорите с врачами, объясните свою ситуацию и договоритесь, чтобы вашего мужа откачивали там. Вот я на это безумие уже не пошла. Вот это точно не мое было, да. Вот. Было несколько кодировок. Каждая последующая работала короче, чем предыдущая. Но я почему-то совершенно не понимала этого. То есть первая кодировка сработала больше года, и было все замечательно. Потому что вот он и пил, и правда было все хорошо. Мы хорошо, дружно жили. А потом он напился, да. Я, естественно, погнала его на следующую кодировку. Она сработала меньше года. Я снова, да. Третья кодировка сработала полгода. И я каждый раз ему говорила, иди, блин, кодируйся. Нашли православного священника, который его кодировал. И каждый раз я думала, все, проблема решена. Теперь все будет по-другому. А потом я поняла, блин, ничего не по-другому. И в какой-то момент вот моя жизнь просто превратилась в ад. И я поняла, блин, пора спасаться. И у нас было несколько серьезных разговоров. Я была открыта, откровенна. Я пришла к нему и сказала, да, дорогой, я люблю тебя. Я хочу быть твоей женой. Я хочу жить с тобой. Но я не могу. Потому что ты болен, и твоя болезнь убивает меня. Блин, я через полтора года в Воланоне только поняла, что это было неправда. Болезнь другого человека не может меня убить. Меня убивала моя собственная болезнь, о которой я не подозревала вообще. Да у меня все хорошо. Я больной? Да вы на это посмотрите. И еще был такой серьезный разговор. Как бы моя капитуляция, она была постепенная. Я пришла к нему. Мы как-то ехали с дачи. Я привела ему такой пример. Я говорю, вот смотри, вот представь себе, вот мы едем за рулем, да. И вот нас просто сбивает грузовик. И мы оказываемся с тобой вот в канаве, да. Приезжают врачи, достают нас из этой машины. Есть шанс, что мы попадем с тобой в одну больницу. Есть такой шанс. Хотя можем в разные травмы, да, разные отделения. Но даже если в одно отделение, в одно и то же больнице, однозначно в разные палаты. Я в женскую, а ты в мужскую. И вот представь себе, я лежу на кровати, у меня обе ноги переломаны. Ты думаешь, я тебя обвиняю в том, что нас сбил грузовик? Нет, я понимаю, ты не виноват в этом. Ты думаешь, я тебя не люблю? Я люблю тебя. Ты думаешь, я тебе не хочу помочь? Да я очень хочу тебе помочь. Но я не могу. Я не могу. У меня сил нет. У меня, мне самой надо вот отдаться на, да, в руки врачей. Но представь себе, даже если я упаду с кровати, приползу в твою палату и буду валяться у тебя, да, я не могу тебе помочь. Не могу. Поэтому я сказала, прости, дорогой, я пойду и буду учиться жить без тебя. Потому что я поняла все. Знаете, вот мне Господь посылает очень много примеров, я буду делиться своими примерами, потому что это очень мне помогает понять, как все это, как вообще все это устроено, да. Вот представьте себе, когда я вышла замуж, я начала строить свою жизнь в некой лодке, да, рожать детей, устраивать быт, там, покупать квартиры, машины, дачи. А в какой-то момент эта лодка начала течь, потому что муж начал бухать. Я, естественно, начала затыкать дыры в этой лодке. И так делают все нормальные люди. А как иначе? Через какое-то время вся моя жизнь превратилась в затыкание дыр. Вся. А потом я поняла, сколько бы я не затыкала эти дыры, лодка все равно течет. И, честно говоря, в какой-то момент я поняла, что вода вот здесь вот под горлом уже. И лодки уже никакой нету. И уже спасение утопающей, я делаю рук самих утопающих. Я или оттолкнусь и начну грести в надежде, что я, хотя бы я останусь жива. Дети, меня мотивировали дети. Понимаете? Или я умру вместе со своим мужем. У меня очень хороший, сильный материнский инстинкт. Потому что у меня четверо детей, и младшему ребенку на тот момент было два года. И я сказала, все, Леха, все, на меня не рассчитывай. Я не могу. И я поставила условия. Говорю, давай так. Вот ты когда бухаешь, да, ты к нам не приезжай. Тоже были условия, потому что я жила на даче с детьми, а муж был в городе. И он зашел в очередной запой. И вот тебе картина. Я его не вижу. Я не слышу запах, да, не вижу это безумные глаза, да. Но я продолжаю умирать. Потому что я знаю, что он там в квартире, в городской, бухает, да. И я боюсь, что он умрет. И моя жизнь пристекает примерно таким образом. Я утром просыпаюсь, плачу, потом умываюсь, иду весь день работаю хорошей мамой, потом укладываю детей, плачу и снова засыпаю. И я поняла, вот это ад вообще. Потому что я и с мужем жить не могу, а как я и без мужа жить не могу, да. А как жить? Позади 26 лет брака, а мы поженились, нам было по 26 лет. Меня как-то муж спросил уже в программе, сказал, дорогая, а каково тебе быть моей женой? Я говорю, слушай, я вообще не знаю, как это... А как это... Я не помню, как это, не быть твоей женой. Я всю жизнь твоя жена, да. Вот, и сбилась, блин, что сказала? Что сказала? А, ладно, короче говоря, Бог великий, он помогает, если мы просим его об этом, да. Муж зашел в запой, я терпела-терпела, мучилась-мучилась, потом позвонила, он сказал, приезжай. И я приехала, оставила детей на даче, приехала. Зашла в квартиру, пипец, лежит на диване и орет. Я одна не справлюсь, я позвала друга. Вот, как двенадцатый шаг делает, невозможно, одно невозможно, сдохнешь в этом аду. И мы стояли с другом на балконе, и курили, и думали, что делать. Я сказала, давай вызываем скорую помощь. Вызвали скорую помощь, приехала скорую помощь, сказала, что вы нас вызвали-то, блин, он же бухой. Я говорю, этого человека, искусственный клапан в сердце, сделайте ему кардиограмму. Они сделали кардиограмму. Я сказала, спасибо большое, они уехали. Потом вызвала нарколога, сказала, вот видите, кардиограмма хорошая, ставьте капельницу. Поставил капельницу. А потом нарколог стала мне диктовать, сколько раз в день, какие препараты давать. Я сказала, нет, я этим заниматься не буду. У меня дети, я уезжаю на дачу. Можно вызвать врача и положить его в клинику? Она сказала, можно. Я подошла к мужу, сказала, или ты поддыхаешь, или вызываем врача, и он увозит тебя в больницу. Он сказал, давай врача. И его отвезли. Ребята, профессионалы, работает потрясающе. Это была его первая и последняя наркология. За три дня его превратили в овощ. Потому что, когда я приехала, через три дня, я не хотела его забирать. Тоже бог так сработал. Потому что наша дочь уезжала в лагерь, и нужна была доверенность, доверенная у нотариуса двух родителей. А он лежал в больнице. Поэтому я нашла нотариуса рядом, приехала, рассказала эту ситуацию, сказала, у меня муж в больнице, подготовьте документы, я сейчас привезу. Он поставит подпись. Приехала в больницу, а мне говорит, три дня прошло, забирайте. А, блин. Я его увидела и заплакала. Потому что это был ужас. Он был зеленого цвета, он заикался и хромал. И я пришла к врачу и сказала, что делать. Он сказал, бегите. Я говорю, куда? У меня четверо детей. Моему младшему ребенку два года. Она сказала, зачем вашим детям такой отец? И вот это меня убило. Я потом много-много лет вспоминала эти слова. И я очень ей благодарна. Потому что вот эта вот крышка гроба, да, надо мной захлопывалась постепенно. Потому что я не могла сдаться сразу. Вот. И у меня еще... Ну ладно, короче, я забрала его домой. И у него отнялись ноги. И вызвали врача. Врач там делал ему массаж. Платили безумные деньги. Он более-менее ты-ты-ты. А потом снова выпил. И я поняла, все, пипец. Ничего вообще. Все. И сказал, Таня, беги нафиг, блин. И ты или сдохнешь вместе с ним, да. Все. И я пришла и сказала ему, да. Господь дал тебе жизнь. И Он дал тебе право распоряжаться этой жизнью. У тебя есть право убивать себя. Но у меня есть право не видеть этого. Поэтому я пойду и буду учиться жить без тебя. Вот и все. Это те условия, которые были созданы для того, чтобы случилось чудо. Потому что мой муж мгновенно протрезвел. Попал в сообщество анонимных алкоголиков. Сам не знает, как. Не помнит своей первой группы. Не знает своего срока выздоровления. Мы так примерно его рассчитали. Сразу же взял спонсора, прошел шаги и больше никогда не пил. И это великое чудо. Это то, что просто вот сразу вот. Вот как только я вышла из проблемы, ну я вышла честно. Понимаете? Я вышла окончательно и полностью. Я долго выходила из этой проблемы. Я еще, знаете, очень много было зацепок. Я очень хотела, чтобы мой муж дожил до того, как сыну исполнится, младшему сыну три года. Потому что я знала, что у детей есть память. Они после трех лет что-то помнят, да? А потом сдалась, думаю, что я парюсь. Блин, фотографии есть, друзей полно. Ему расскажут, что у него был папа. Да? Вот такие вот маленькие этапы. Вот. И я сдалась. А еще был такой момент очень важный. Я жила на даче, пошла к своей подруге в очередной раз слиться. Девочки слив, это ужасно. Там была наша третья подруга, знакомая с проблемой алкоголизма. Она увидела меня и сказала, иди отсюда. С тобой говорить невозможно. Уходи. У тебя все мозги мужем загажены. Иди, ты сама больна, блин. И тебе надо лечиться. Я страшно обиделась. Но это меня впечатлило. Это было мое полное дно, когда я поняла, что люди не хотят со мной разговаривать. Обидно было дать чертиков. Но от нее я пошла прямым ходом в интернет. Набрала помощь для родственников-алкоголиков и увидела в ближайшем городе группу. Позвонила и приехала. Они стояли на улице. И одна женщина обняла меня. Это было так здорово. Это было очень нужно мне. Потому что муж давно не обнимал меня. И я прям так нуждалась в этом. Я прям реально уже на улице я встретила вот эту вот поддержку. А потом мы шли на квартиру к какой-то женщине. И вот эта женщина шла рядом со мной и рассказывала о себе, как мы это делаем всегда. Она говорила, у меня муж 25 лет пил и уже 10 лет трезвый. Я думала, господи, такого не может быть. Такого не бывает. Вот мой хоть бы годик не попил. Это единственное, это предел моих мечтаний. Я больше ни о чем не могла мечтать, когда пришла в Алануне. Я мечтала о годе трезвости своего мужа. Вот. И я начала ходить в Аланун. Вы знаете, то сообщество, в которое я попала, да. Там как-то много говорили о шагах, совершенно не говорили о спонсорстве. Как-то все занимались изучением шагов, да. Как-то изучением литературы Алануна, да. Вот как-то ничего, да. А муж в это время, в параллельном сообществе, начал делать шаги. Блин, я уверена. Он так изменился, это стал другой человек. Наши друзья, да, видели его незадолго до этого, сказали, через месяц похороним. У меня как-то был такой случай. Подруга к нам приезжает на дачу в баню. И в 6 часов утра в воскресенье дует в церковь. Я говорю, блин, ты что такая? Когда ты стала такой выцерковленной? Она говорит, а ты что не знаешь, тебе Леха не рассказывал? Я говорю, нет, а что такое произошло? Она говорит, ты знаешь, я когда увидела, что с ним произошло, я поняла, Бог есть. Вот. Я, в общем-то, тоже это поняла. И я 11 месяцев ходила в Аланун. Муж был давно трезвый. Мне было интересно. Я внимательно слушала. Я с радостью ходила на собрания. Я наполнялась знаниями. Я прошла этот период, когда мне хотелось бегать по улице, хватать людей за руки и говорить, ребята, вы все больны, вам надо было. Но потом я поняла, это было обострение моей собственной болезни. Это я была больна и видела эту болезнь в других людях. Вот. Потом в какой-то момент я поняла, блин, а что, в общем-то, собственно говоря, ничего в моей жизни не меняется. Я-то продолжаю жить старой жизнью, я продолжаю поступать по-старому, и я продолжаю зависеть от других людей. Я на даче, все шикарно, у меня великолепный дом, огромный участок, лежу в гамаке. Проходит мимо меня папа с черным лицом, и мое настроение падает. И я поняла, мне нужны шаги. Я подошла к женщине на своей домашней группе, у которой было более 20 лет выздоровления. И я ей сказала, ты можешь привести меня по шагам? Она сказала, Танечка, я бы с удовольствием. Но у меня нет такого опыта. И я охренела, как это? Я же знала. Да, мне муж рассказывал. Он мне, например, рассказывал, что они там делают, как, как, чего. Он делился тем, что происходит на группе. И я поняла, блин, попало нафиг. А кого мне попросить о спонсорстве, если у человека, у которого больше 20 лет? Да. Ну ладно, на самом деле, даже не могу сказать. Это было давно, я не помню. Молилась я, не молилась. Но Бог, Он великий. Слушайте, ему не нужны мои болитвы. Он все знает, когда, чему, да, свой срок. И как-то после группы ко мне подошли люди. Говорят, слушай, а ты шаги-то прошла? Я говорю, ой, нет, блин, это так долго, это так тяжело. И просто рядом сидела женщина. И она говорит, да. А мне так не показалось. И это был крючок на меня. Это был крючок для меня однозначно. Потому что я поняла, что где-то есть человек, для которого процесс похождения по шагам не кажется сложным. Да. Вы знаете, у меня вот сил не было. Потому что я слышала, как другие, да, по шагу в год там. Я работаю по шестому шагу. Я, блин, пипец, всю жизнь работала. Нет у меня сил работать уже. Ну нет, у меня четверо детей. У меня хозяйство. Не могу, я устала, я не хочу. И я подошла к этой женщине после группы и спросила, ты можешь прийти меня по шагам? Она сказала, да. И моя жизнь раскололась на две части. Жизнь до прохождения шагов и жизнь после прохождения шагов. Не до прихода в Аланон. Потому что пока я находилась в Аланоне без шагов, ничего не менялось. Мое эго росло. Все только хуже становилось. Я все считала себя все умнее и умнее. И видела болезнь в других людях, да. Это вообще не о том, о чем говорит наша программа. Вот. Она провела меня по шагам. Это заняло примерно полгода. Мы никуда не торопились. Мы встречались с ней раз в неделю. Первое там время я к ней ездила, потому что у нас дачи были рядом. Потом она ко мне приезжала. А потом я ей задала вопрос. Говорю, слушай, а можно встречаться чаще, чем раз в неделю? Она говорит, конечно. Я говорю, что ты мне не сказала? Это вообще не важно. Если есть возможность сейчас, когда я беру человека в шаги, я стараюсь до третьего шага встречаться два-три раза в неделю, если есть такая возможность. У меня и у него. Потому что первые три шага абсолютно не рабочие. Там особо делать нечего. Это шаги осознания. Но это часть моей жизни. Потому что как только... Даже я еще не прошла шаги. Как-то мы с ней сидели, разговаривали, зашла речь о детях. И она мне говорит, у тебя скоро появятся свои дети. Я говорю, ты что имеешь в виду? Она говорит, подспонсорные. Она, кстати, этого не помнит. Она говорит, я не могла тебе такого сказать. Я говорю, ну не знаю, я это помню. И я так, да ты что? Какие нафиг подспонсорные? Да вообще, да мне некогда этим заниматься. Это и фигней, да? Но они появились сразу. Вот еще до... Мы читали с ней в понедельник главу работы с другими. После этой главы еще пять занятий идет. А во вторник, в среду у меня уже была встреча с первым подопечным. А потом они просто стали валить. И это было что-то необыкновенное. Я испугалась. Я так подняла голову вверх. Говорю, господи, ты вообще в курсе, что здесь происходит-то, да? Это что вы... А жить как, да? Я же сижу на собраниях, там мои анонимные сестры рассказывают о том, какая у них прекрасная, замечательная жизнь. Как они ходят в бассейн, как они ходят в тренажерный зал, как они гуляют, да? Я говорю, господи, алло, а я-то когда буду гулять? Вот канал есть, да? Шестое чувство есть. Я прям... Таня, не Б, делаешь то, что делаешь, да? Вот. И у меня через полгода было уже восемь подопечных. И это то, что спасло меня. Потому что эти люди просто взяли меня за обе руки и выдернули меня из этого болота. И сегодня это мое основное служение. Я занимаюсь этим пять раз в неделю, да? Кроме суббота-воскресенья. Я не работаю, у меня есть возможность отдавать это время другим людям. В дневное время я занимаюсь другими людьми. Вот. Ну и все изменилось. Я, наверное, закончу на этом. А все остальное более подробно расскажу в шагах. Хорошо? Спасибо вам большое, что послушали. Можно сразу перейти к шагам. Хорошо? Смотрите. Когда я подошла к женщине и попросила ее провести меня по шагам, да? Она сказала мне, куби книгу анонимных алкоголиков и приезжай. Ребята, у меня ни одного вопроса не возникло. Почему анонимные алкоголики? Мне что сказали сделать, то я и сделала. Вот у меня была готовность сделать то, что говорит она. Была готовность. Я очень доверяла ей. Кстати, удивительно, это была, кстати, та женщина, которая обняла меня первый раз. Она же стала моим спонсором. И она является до сих пор моим спонсором. Мы никогда не прерывали с ней отношения, и мы продолжаем с ней сотрудничать. Я безумно благодарна этому человеку. Она просто взяла меня за руки и отвела меня в другой мир. И вот это является инструкцией по прохождению в другой мир. Это потрясающая вещь. И она очень простая. Это очень простая программа. Я была очень замороченная. Я такая была сложная. Я начала ходить на собрания, и мне было очень важно понять разницу между алкоголиками и неалкоголиками. Я не алкоголик, у меня нет проблем с алкоголем. У меня есть выборы. Я могу пить, могу не пить, я не пью. Мне это стало неинтересно. И я стала ходить на собрания анонимных алкоголиков и внимательно слушать их. И думаю, ну чем же, чем же мы отличаемся-то? В чем разница? И они там какое-то эго, эго, эго. О, вот чем мы отличаемся. Они зациклены на себе эгоисты, а я-то все для других, понимаете? Я же своей жизнью не жила. Я же все время помогала другим людям. Потом поняла, это великая иллюзия. Великая, да? Вот мы живем с вами на планете Земля. Она круглой формы. Мы не можем этого увидеть, потому что она очень большая. Чтобы увидеть, надо удалиться, да? Снимки с космоса показывают нам, что она круглая. То же самое было и с моим эго. Оно было такое огромное, что я не способна была его увидеть. Только после прохождения шагов. Потому что шаги – это и есть процесс умоления моего «я». Понимаете? Оказывается. Маленькой быть здорово, маленькой быть хорошо. Вот. Ну и когда я читала эту книгу со своим спонсором, она была написана про моего мужа. Я вообще здесь себя не видела. Но он просто пялился на меня с каждой страницы. Ах, вот почему он бухал-то, да? Ах, вот почему-то мотивировать-то алкоголика невозможно. Ах, вот почему. Он говорил мне, что любит, и продолжал пить. Это все было про него. Но когда я пошла по этой книге с другими людьми, здесь начала появляться я. Потому что я была в абсолютно убитом состоянии, когда пришла в Валанон. В абсолютно. Мне полгода колокольчиком звонили на собраниях, говоря о себе. А я не понимаю, как это я говорю? А что я не о себе, что ли, говорю? А потом я говорю, а меня нет, о неком говорить. И меня так это удивило, и так это испугало, потому что я помню время, когда я была в своей жизни. И я не смогла заметить разницу от тем, когда я была, и вдруг меня не стало. И вдруг мне говорить-то не о чем. А что у меня? Да у меня как-то все нормально. Что воля, что неволя. Все равно. Вот. Такой парадокс нашей болезни. Поэтому сегодня я веду, конечно, других людей тем путем, которые провели меня. И я начинаю вот с этой страницы. Я говорю, смотри, закрой лишние буквы. Видишь, что остается? Остается Алланон. Да? Немножко по-другому. Лучше это сделать на первой странице, где есть американское, английское название. Вот если мы здесь закроем лишние буквы, прямо появится наш Алланон. Так? Потому что немножко другой перевод. Вот. И мы начинаем изучать эту книгу вот с первой страницы. Я говорю, смотри, мое выздоровление – это круг. Круг в треугольнике. Основой треугольника является выздоровление. Это и есть наши шаги. Сами шаги не являются выздоровлением. Шаги – это путь в то место, откуда начинается мое выздоровление. И путь не очень важен. Понимаете? Я за быстрое прохождение шагов. Потому что это... Это ни о чем. Потом, после прохождения шагов, я начинаю учиться жить заново, принимая эти принципы в своей жизни. Это как изучить буквы в русском алфавите. Как мы в школе учимся читать? Да? У меня сейчас ребенок в первом классе. Они сначала изучают буквы. Потом из этих букв начинают складывать слоги. Из слогов слова. И этот процесс длится до сих пор. Я, например, много читающих человек, я люблю читать. Я до сих пор читаю. Но для того, чтобы начать читать, надо изучить буквы. Вот здесь 12 букв. Вот в этой книге 12 букв. Их надо просто сначала изучить. Вот. Вторая грань треугольника – единство. Все шаги написаны во множественном числе. Невозможно выздоровление в одиночку? Невозможно. Я должна стать частью группы. Обязательно. Я обязана ходить на группу. Это мое глубокое убеждение. Я сказала, Таня, вор должен сидеть в тюрьме. Жена алкоголика должна сидеть на группе. Болезнь все время пытается развести. Таня, да прекрати. Да ты и так много всего. Да отдохни. Нет. Я обязана ходить на группу. Группа – это то место, где я выздоравливаю. Это то место, где я учусь. Все, что я получаю на группе, я несу потом в свою жизнь. И третья грань – это служение. А спонсорство – это служение. Не только спонсорство. Я раньше путала 12-й шаг и спонсорство. Нет, это разные вещи абсолютно. Спонсорство – это служение. Служение, все должности на группе – это служение. Много разных видов служения. Господь сам выбирает, кому каким служением заниматься. Мое служение – спонсорство. Не малейшее желание где-то там служить, клянусь вам, да. Вот абсолютно. Как-то меня там где-то избрали представителем группы. Я сказала, ребята, извините, нет. Не готова, не могу. Нет. Вот мне вот этим нравится заниматься. Хорошо получается. Я люблю этим заниматься. Это мое. И на самом деле вот этот треугольник мы начинаем строить со своими подопечными с самых первых дней прохождения по программе. Потому что я завожу ее в шаги, я говорю, тебе надо ходить на группу. В первом шаге дается задание взять какое-то служение на себе. Первый шаг архиважный. Ему принадлежит пять занятий. И пять глав посвящены первому шагу. Все до главы, до обращения к агностикам. Я бы, и это невозможно, конечно, да, вот сейчас реально дать вам первый шаг, да. Я бы поделилась некоторыми моментами, которые были очень-очень важны для меня, да. Мы читаем все предисловия и видения. Потрясающе много информации я вижу к этому. Ну, скажем так, первая же страница, предисловие к русскому изданию. Мы переверачиваем страницу, да. И нам говорится, да, о том, что, что такое наша программа. Ориентация на общечеловеческие ценности вверху написано. Любовь к людям, стремление к взаимопомощи, добру самосовершенствования. Это на всю жизнь. Это то, чего я не могла, не умела делать. Я не умела любить людей. Не было во мне никакой любви к людям. Не было, да. Все сгорело, все было сожжено. Вот за эти годы борьбы. Самосовершенствование абсолютно новая для меня вещь, потому что я-то всегда совершенствовала других людей. А мне сказали, Таня, займись собой, да, добру. Ну, это программа про любовь, про добро. И это совершенно потрясающие вещи. И ничего нет нового в этой программе, да. Эти принципы старые, в общем-то, как мир. Вот. Рассказ Билла мне часто спрашивают. Слушай, а как ты идентифицируешься в рассказе Билла? Да запросто. Потому что это все про меня. Ну, вообще, ну какие проблемы идентифицироваться, да. Ну, вот прям первая страница, да. Когда нас направили служить, там, городок был. И нам льстило, когда жители города приглашали в нас. Блин, ну мне всегда льстило. Мне всегда было приятно внимание других людей. Я всегда зарабатывала внимание других людей. Мне было так приятно. Я всегда старалась всегда быть первой. Я нуждалась в этом, да. Мне очень важно было, чтобы меня похвалили. Я жила за счет этого, да. Моё отношение в программе к этому изменилось на 180 градусов. Боже упаси. Лесть – это такая вещь, которая раздувает моё эго, да. У меня просто есть внутренняя дисциплина. Всегда, как только кто-то мне говорит что-то доброе, я иду к Богу, говорю, Господи, спасибо тебе за то, что ты сделал меня полезным для этих людей. Помоги мне быть благодарной за это и не приписывать себе твои заслуги. Мне надо помнить об этом. Вот. Что, обуреваем и чувствуем? Слушай, ну я очень эмоциональный, чувствительный человек. Я всю жизнь была обуреваема чувствами. У меня эти чувства идут по великой амплитуде, да. Только что мы были за границей, отдыхали. Ну я прям поразилась. Ну это такая эмоционалка, да. То я, блин, счастлива, море, солнце. Господи, спасибо тебе огромное. Как только случается что-то из того, что я не хочу и что мне не нравится, я готова выписаться из этого мира. Да чтобы я ещё раз нахрен поехала с вами отдыхать. Да идите вы нафиг, это ад, это не отдых. В следующий раз с детьми поедем в разные отели или в разные номера. Мы взяли семейный номер. Ужасность, ужасно, да. Слава богу, сегодня есть программа, и я знаю, что делать с этими чувствами, да. Нету сегодня такого. Я быстро как бы сподхватываю себя, да. Ну что, хотя я выпивала нерегулярно, моя жена была обеспокоена. Да, мы здесь с девчонками пишем. Наши близкие видят нас в истинном свете. Мои близкие меня видели, они говорили мне правду обо мне. Я была не способна принять эту правду. Моя дочь старшая говорила, мам, с тобой невозможно разговаривать. Ну что так, ну что, ну я же хочу как лучше. Ну что невозможно. А я не понимала, о чём она говорит. Сегодня понимаю, да. Моя подруга говорила мне всё время, да, о том, что Таня, это... Мне все говорили, мне все говорили, что я живу ненормально. Я не могла это. Я обижалась на этих людей. Да пошли вы нахрен, это вы ненормально, да. У меня всё хорошо. В этот раз всё будет по-другому. Не способна была. Да, дальше там, когда Билл заработал деньги, я состоялся как личность. Вот у меня тоже была такая иллюзия. Я думала, что если у меня будет муж, дети, квартира, машина, дача, то я... То всё будет хорошо. И великий Бог всё это дал. Это чудо, да. Потому что я никогда не думала, что у меня это появится. Я девчонка из простой семьи. Я выросла в двухкомнатной хрущобе вместе со своей сестрой, да. Никогда не было лишних денег. Папа был простым инженером. И тут, представьте, муж как бы идёт работать в бизнес. Мы там в течение короткого времени покупаем три квартиры. И вот моя последняя третья квартира. Шикарный ремонт, да. Я там за проект заплатила бешеные деньги. Там мебель вписана на уровне проекта, да. Там огромная кухня, блин, два санузла, там биде, о котором я всегда мечтала, да. Потолки три метра, там две лоджии застеклённые. И я подыхаю, подыхаю. Потому что алкоголизм зашёл в свою острую стадию. И мне жить не хочется. Мне хочется умереть, если бы не дети. И я поняла, нет, это всё ерунда. Вот Бог, Он великий, да. Я всё время дёргаю, Господи, дай конфетку, дай конфетку. Он говорит, Таня, не надо тебе конфетку. Погоди, сейчас садимся обедать. Ну дай конфетку, да. Ну на тебе, да. И когда я получаю это, я понимаю, блин, твою мать. А это не может сделать меня счастливой. Да. Чего, огромное количество, короче говоря, иллюзий, заблуждений. Точно так же я шла по этому пути, да. И, в общем, не буду, наверное, останавливаться. Единственное, что, да, я всё понимала и почти стремилась с таким концом. Вот почти не работает. Капитуляция только окончательная. Только на оба колена. Нельзя капитулировать, стоя на одном колене. Капитуляция, это когда я сказала, сдаюсь. Всё, я готова ко всему. Только не так, как сейчас. Понимаете, когда я выкидываю белый флаг и принимаю условия другой стороны. У меня это происходило таким образом. Приехала моя близкая подруга к нам в баню и рассказала, что у её одноклассницы в 43 года скороспостижно умер муж. Прямо у неё на глазах. Оторвался тромб, и он упал. И она рассказывала, как эта женщина страшно переживает боль, потерю. И я вечером написала письмо Богу. Я всего два письма написала. Я вообще забыла об этом письме. Я увидела его через три года в программе. Меня это поразило. И я прямо написала, Господи, если ты всё это время готовила меня к тому, что мой муж уйдёт, пускай уходит. Забирай его. Я приму это с миром. Помоги мне ту любовь, которая есть во мне, отдать моим детям. И я подписала. И там было написано 27 июля. А период трезвости моего мужа начался 4 августа. Через неделю после того, когда я пошла к Богу, сказала, всё, забирай. Спасибо, я готова. Вот. Поэтому для меня нет. Для Билла это тоже не сработало. Почти смирился с таким. Почти нет. Не работает. Ладно. Много всего. Девчонки, даже не знаю, чего. Чего? 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 Давай гляну. Да, ну, блин. Программа. Это просто, но нелегко. Программа очень-очень простая. Все мои духовные пробуждения выглядят примерно одним и тем же образом. Да? Вот что она имела в виду. Блин, как это просто. Я вдруг каким-то образом понимаю очень простые вещи. Понимаете? Здесь всё наоборот. Не так, как я привыкла в нормальной жизни. В нормальной жизни я прихожу в школу. Меня там на уроках математики в первом классе учат. Складывать, вычитать цифры. Потом умножать, делить. И всё это заканчивается в высшей математике в университете. Здесь всё наоборот. Я прихожу, какие-то шаги, ничего не понятно. Блин, все работают, работают. А я начинаю делать эти шаги. И потом понимаю, блин, да как же это просто. Чем дольше я в программе, тем я вижу красоту и простоту этой программы. Она очень-очень простая. Каждое духовное пробуждение. Как будто на меня вот так выливает ведро воды. Я такая... А вода-то мокрая. Я всегда знала, что она мокрая. Понимаете? А потом что-то происходит, и я начинаю понимать это. Осознавать, да? Вот эти знания, они поступают в мою голову. А потом я начинаю действовать. И что-то происходит. Это всё спускается на сердце, и это становится моим. Это очень простая программа. Жить на основе этой программы нелегко. Особенно первое время. После прохождения шагов у меня был гораздо более тяжёлый период. Это как оказаться на Красной площади без штанов. Потому что все старые механизмы, я уже знаю, что по-старому нельзя. А по-новому непривычно, по-новому страшно, по-новому тяжело. И пришлось как бы учиться жить заново. Вот. Выход есть. Я бы вам рассказала об этом. У Билла есть такая манера. Он приводит примеры. В этой книге очень много примеров. И Господь точно так же работал со мной. Он показывал мне простые примеры. Очень важный пример в главе «Выход есть», с чего мы начинаем. Нам приводят пример океанического пассажирского лайнера. Почему? Потому что основным средством сообщения между континентами в то время были океанические лайнеры. Здорово. Мы всё смотрели фильм «Титаник». Мы знаем, как эти лайнеры были построены. По одному и тому же принципу. Самая нижняя каюта называлась «Трюмом». Там могли ехать иммигранты. Очень бедные люди. Потому что билет стоил дёшево. Условия были невыносимые. Не все даже доезжали живыми. Какая-нибудь инфекция просто косила людей. Дальше шла первая палуба. Там могли позволить себе ехать люди. Немножко большого. Более обеспеченные и так далее. «Титаник» мы знаем, шести палубный корабль. Наверху роскость золота. Помните, прекрасный, красивый фильм. Не буду вам рассказывать. И только из этой верхней палубы отдельные люди, имеющие определённое сословие, могли быть приглашены на капитанский мостик. Капитану. Это считалось большой честью. От ужинатью капитана. Смотрите, простое предложение. Теперь нас связывает чувство дружбы, товарищества и того удивительного взаимопонимания, которое невозможно выразить в словах. Мы ощущаем себя так же, как спасшиеся после корабля ущершения пассажиры огромного лайнера. Представьте, этот лайнер начинает тонуть. А, эти все корабли были устроены по одному принципу. Если будете смотреть фильм, обратите внимание, вход был с причала на каждую палубу отдельно. Эти люди никогда не пересекались на кораблях. Вот этот корабль плыл отдельными мирами. И вот происходит кораблекрушение, и эти люди оказываются в воде. И вот эти все сословия, это всё становится неважным. Люди объединяются в едином порыве выжить. Это то, что нас объединяет в Алланоне. Мы знаем, каково это жить, когда твой близкий умирает. Это страшная вещь. Это то, что нас объединяет. Мы друг друга слышим и друг друга понимаем. А дальше он говорит. Ну, в отличие от пассажиров корабля, наша радость в связи с тем, что нам удалось избежать гибели, не убывает, когда мы расстаемся и идем по жизни каждой своей дорогой. Представьте себе, спасшееся судно приплывает в порт. Эти люди выходят, они жмут друг другу руки и прощаются навсегда. Рабочий идет на завод, миллионер идет на свою виллу. Они больше никогда не встретятся. У нас не так. Это удивительное чувство. Стоит побывать несколько раз с человеком на собраниях, и к этому человеку начинаешь испытывать необыкновенную любовь. И это, о чем говорится в этом абзаце? Здесь говорится о силе группы. На группе есть Бог, на группе есть сила. Есть. На какое количество собраний надо сказать, чтобы пережить духовное пробуждение? Никакое. Это не имеет отношения к духовному пробуждению вообще. Что имеет отношение к духовному пробуждению? То, что написано в следующем абзаце. У нас есть, да, общий выход для решения наших проблем. Это вторая объединяющая нас сила. У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное согласие. Речь идет о 12 шагах. 12 шаг звучит так. Достигнув духовного пробуждения, как результат этих шагов. Это вторая сила, которая нас объединяет. Сила группы и сила духовного пробуждения, которые мы получаем в результате прохождения шагов. Этих двух сил достаточно для того, чтобы преодолеть бессилие первого шага и начать выздоравливать. Я сегодня не бессильна. У меня есть доступ к силе, который решает все мои проблемы. Вот это очень важно. Мало кто это понимает. Мало кто понимает. Это, по крайней мере, то, что я вижу на группах. Путь к избавлению. Это программа о том, как стать свободным человеком. Свобода – это то, что было мне абсолютно необходимо. Я вот всегда хотела быть свободным человеком. Я нуждалась в этом, как воздух. Я помню, было большое собрание по обслуживанию в Аланоне. И там после собрания проходили группы в разных комнатах. И на одной группе была тема «Свобода». Я пришла и сказала, расскажите мне, как стать свободным человеком. И там была спикерская женщина-спикерила из Питера. Она рассказала свою историю. И я вышла такая задаченная, задаченная. Потому что я поняла, для того, чтобы стать свободным человеком, мне придется освободиться от себя. А это наши шаги. Знаете, вот тоже приведу такой яркий пример. Как-то он пришел мне в голову. Вот представьте себе, я там попадаю в тюрьму. Ужасные условия. В камере 40 человек. Нечем дышать. Вонь, духота, ужас. С 20 коек спим по очереди. Ко мне приходят люди и говорят, «Таня, если ты начнешь делать определенные действия, ты выйдешь из тюрьмы и станешь свободным человеком». Я говорю, окей. Чего, собственно говоря, мне терять? И я начинаю делать эти действия. И моя жизнь начинает меняться. Чудесным образом меня переводят в камеру, где 20 человек. И можно спать, когда захочешь. И есть окно проветриваемое положение. Немножко лучше условия. Меня это, конечно, мотивирует. И я продолжаю делать эти действия дальше. А потом хоба, камера 10 человек. Вообще круто. Разрешено свидание с друзьями. Прогулки на улице. Да. Вообще. Телефон дают. Круто, здорово. Жизнь-то налаживается. Да. И я продолжаю делать эти шаги. Потом я оказываюсь в камере, а там 5 человек. Блин, вообще спортивный зал. Пятиразовое питание. Круто, здорово, да. А потом я оказываюсь в камере, где 2 человека. У меня великолепный сосед. Мне очень интересно с ним разговаривать. У меня шикарные условия. У меня отдельные туалеты. У меня прекрасная кровать. У меня телевизор, интернет. И я остаюсь в тюрьме. И это то, что происходит со многими из нас. Люди останавливаются. Не становятся свободными людьми. Спонсорство – это то, что выдернуло меня из этой тюрьмы. Прямо реально спасло меня. Потому что мне или все, или ничего. Я всегда была кайфажером. Вот. Когда надо будет перерыв сделать, скажите, пожалуйста, когда устанете, ладно? Очень-очень много вещей, очень важных. Да, смотрите. Голова-выход есть. 17-я страница. Как ни странно, женам, родителям, близким друзьям обычно еще меньше, чем психиатрам, врачам удается заставить алкоголика быть откровенным. Мы пишем с девчонками. Родственники, враги номер один. Девочки, там сказано, квалифицированным врачам, специалистам, очень тяжело бывает, да, помочь алкоголику. А уж женам, да, родителям и друзьям, ребята, валите. Вы не можете помочь своим близким. Не можете. Это нереально. Они нас не слышат. Мой муж мне как-то сказал, никогда не говори алкоголику, что ты его понимаешь. Ты не алкоголик, ты не можешь понять алкоголика, да? И я понимаю, господи, как я много врала в жизни, да? Я все время говорила другому человеку, что я понимаю, это неправда. Да, мне страшно повезло. У меня очень долгое время была жива мама. Она умерла в конце прошлого года. И когда у моих друзей умирали мама, я говорила, я тебе сочувствую, я тебя понимаю. А вот когда у меня умерла мама, я поняла, что такое, когда умирает мама. Не слушайте непереживших. Невозможно понять человека, если ты не пережил то, что пережил другой человек. Мы друг друга прекрасно слышим, потому что пережили одно и то же. Вот. Поэтому чем быстрее ты выйдешь из проблемы, ты дашь шанс своему близкому. Просто мы создаем условия. У меня тоже была великая иллюзия. Я думала, что вот я такая молодец, я правильно поступила, поэтому мой муж протрезвел. Ничего подобного. Мой муж протрезвел и остается трезвым по великой милости Божией. Я просто создала условия. Я вышла из проблемы, и проблема была решена. Об этом нам говорит книга, да? Дальше. Что важно? Страница 19. Нам в первом шаге говорят, как мы можем быть полезны другим людям, потому что вся эта программа о том, как стать полезным другому человеку. По-другому никак. Ну, никак, да? Такое простое предложение. Многие из нас понимают, что обладая истиной терпимостью к человеческим недостаткам и уважением к мнению других, мы становимся полезнее для окружающих. И мы даем задание. Пытаться быть полезным для других людей. Как? Господи, помоги мне быть терпимой к недостаткам другого человека и помоги мне уважать мнение другого человека. Это, конечно, с помощью Бога, потому что я этого делать не умею. У меня, кстати, знаете, как бы сразу появилась такая прекрасная привычка, да? Я стала смотреть значение слов в словаре. Несмотря на свое университетское образование, с удилетним оборонружило, что я знаю примерное значение некоторых слов. А это учебник. И чтобы понять, что здесь написано, я стала реально открывать словарь и смотреть значение слов. Но, слава Богу, сейчас есть в интернете, да? И когда я смотрела значение слова «эгоцентризм», там прям русским языком было написано «не способность принять точку зрения другого человека». У меня никогда не было такой способности. В этом мире, да, я всегда была права, да? Была всегда одна точка зрения, естественно, моя. Ну, правильная, да? Все остальные вообще лохи и это самое. Вот. Само наше существование, мы люди в прошлом, злоупотребляющиеся спиртными напитками, зависит от нашей постоянной заботы от других, от того, в какой степени мы сможем быть им полезными. Вот это вся книга пронизана этим. Вся книга постоянно говорится «Единственное, что спасет такую, как меня, это помощь другим людям». Если вы алкоголик, который хочет преодолеть алкоголизм, возможно, вы же задавите себе вопрос «Что мне нужно сделать?» Это ключевой вопрос. Вот это вот я четко себе сказала, да? Не важно почему, не важно как, важно, что я с этим делаю. Еще в рассказе Билла, да, там есть такие слова «Не важно, что было в прошлом, в затхлом прошлом, чудо сидело перед моим столом». Программа ограбила меня на мое прошлое. Мне сказали, да? Ой, я же такая пришла. В саможалости, в страшном, вообще даже не понимаю этого, да? Я ребенок из деструктивной семьи. Мои мама с папой, бла-бла-бла, да? Мне сразу сказали «Таня, по поводу детства тебе надо знать две вещи». Первое, оно закончилось. И второе, это было давно. Я пришла в 46 лет маленькой девочкой, абсолютно безответственной, абсолютно нуждающейся в заботе о себе, да? Программа – это программа взросления. Сегодня мне не надо, чтобы вы не заботились другие люди, да? Сегодня я могу помогать другим людям. Вот, поэтому кодовое слово «Что делать?» И книга как раз отвечает на вопрос «Что делать?», да? Я говорю своим подопечным. Давай договоримся. До десятого шага головой не пользуемся. Мы в нее кушаем. Больше не надо. Потому что в десятом шаге есть обещание. Да, Господь вернул нам здравомыслие, да? До десятого шага ничего, кроме безумства, в этой голове нет. Я знаю по себе, оно и по сей день продолжает там жить, на самом деле. Потому что болезни неизлечимые. Я просто уже научилась не слушать эту музыку. Ну и, знаете, вот тоже важно, да? За всем этим кроется бездна незнания и непонимания. И мы пишем, обычные люди не должны понимать алкоголиков. Я не понимала своего мужа. У меня это было ужасно. Потому что он говорил, что любит меня, да? И пил. И я не могла это понять. Ну, если ты любишь, ну, свол, ну, что ж ты пьешь, да? И это умора, когда у нас там говорится в ланоне про манипуляции, да? Я великий манипулятор. Ребята, я так манипулировала, вы себе представить не можете. Я великая актриса. Я помню, как я у себя на кухне была кухня желтого цвета икеевская, да? Как я билась головой об эти дверцы, да? Вы что думаете, я билась, когда дома никого нет? Да сейчас, что, с ума сошла, что ли? Нет, я билась рядом с мужем, чтобы он видел, какой он сволочь, как мне больно, понимаете? Я прямо орала, визжала и билась. Вот они, да? И не могла понять. Вот. И знаете, что меня удивительно? Ведь я же искала, я читала, я читала много книг. Я прочитала все, что смогла найти. Я читала медицинские труды по алкогену. Я читала всю психологическую литературу. Вы ее знаете, не буду перечислять. Это не помогло мне. А вот когда я прочитала мнение доктора в этой книге, да, я поняла, что происходило с моим мужем. Вот как-то поняла. Вот эта книга дала понимание мне, что происходило с моим мужем. И это нужно было мне. А потом уже пришло понимание, что же происходило со мной, собственно говоря. Проблема-то, конечно, не в нем, как я сегодня это понимаю. Вот. Поэтому, да, другие люди не понимают алкоголиков. Ну, слава богу, я понимаю, в общем-то, какая мне разница. Вот дальше идет очень важная вещь, да. Идет три категории пьющих людей. Умеренно пьющие, да. Вторая категория называется, правильно перевод, тяжелые пьяницы. Третья хронические алкоголики. И перед этим, мнением доктора, мы получаем осознание проблемы, да. Ну так, начнем с своего мужа. В чем у него проблемы, да. То, что это двойная болезнь. У него аллергия на алкоголь. Слушайте, просто физиологическая реакция тела. В какой-то момент печень сказала ему, до свидания. И перестала выделять гормоны, правильно перерабатывающие алкоголь. И вот это вот пошло по другому пути, да. И это стало приводить к тому, что как только в тело его попадал алкоголь, сразу вызывала, появлялась тяга непреодолимой силы. Мое безумие было в том, что я пыталась его остановить. Я, как Анна Корейна, каждый раз бросалась под поезд. Я пыталась не дать ему напиться. Это был ад. Это было ужасно. Потому что он был одержим. Ему надо было выпить. Я запирала дома. Я там спала около двери, не выпуская его из комнаты, да. Он стоял на балконе 13-го этажа и говорил, я сейчас выброшусь, считаю до трех. Да, я читала, отчинаш крестила его. Это было безумие, конечно. Это меня разрушило ужасно. Я не давала ему напиться. Я, вот моя проблема, да, я забирала у него последствия, это то, что мы все делаем. Я забирала последствия его болезни. Я не давала, понимаете. Ну как это, вот на даче, да, я там уложила детей спать, спускаюсь со второго этажа, он лежит на полу. Ну что делать нормальная жена? Нормальная жена, да, берет мужа, значит, на плечи и волочит его потихонечку на второй этаж. Да еще, не дай бог, чтобы дети не проснулись, да. Принесла в спальню, значит, положила в кроватку, штанишки сняла, одеялком накрыла, форточку открыла, да, занавесочки прикрыла. Пей не хочу. Я этим занималась годами. Годами. Мой муж мне, кстати, сказал, когда мы были уже в Ланоне, потому что вот то, о чем я вам рассказывала, вот мои разговоры, это было еще до Ланона, да, я еще пыталась что-то сделать сама, вот, и он мне сказал, знаешь, вот до этого нашего с тобой разговора это была наша с тобой общая болезнь. И я знала, что я всегда могу положиться на тебя. А когда ты мне сказала, что несмотря на то, что ты меня любишь, что ты уходишь, я понял, все, мне конец. И он захотел жить. Он представил картину мира, в которой есть я, я выхожу замуж, там, рожаю детей, о, нет, детей я уже не рожаю, это уже был метод, вы извините, наши дети выходят замуж, да, рожают, а его нет в этом мире, его нету. И тогда он захотел жить ради себя, потому что до этого он оставался трезвым ради нас. Это не работает. Выздоровление ради другого не работает. Когда он захотел жить, а там что, там надо просто попросить. Да, Бог не ставит сложные условия, надо просто попросить Бога. Вот. Ну, короче говоря, да, три категории. Эти категории делятся как раз по этим двум, да, по аллергии на алкоголь и безумное мышление. Умеренно пьющие люди, это просто те, кто бухает много. У них нет, ну, может быть, ни того, ни другого. Это люди, которые могут, могут остановиться пить. Тяжелые пьяницы, это люди, у которых есть аллергия на алкоголь. Ненормальная реакция, но еще нет безумного мышления. Такие люди тоже могут остановиться пить. У меня близкий друг, слышите, пошел к бабке, закодировался, да, прекрасно, хотя до этого допился до белой горячки. Вообще не пьет, все хорошо, чудесно живет, замечательный человек. Он был тяжелой пьяницей. Скорее всего, честно говоря, книга не рекомендует нам ставить диагноз другим людям. Она рекомендует мне поставить мой диагноз. Я хронь полная. Потому что, когда я пришла в Ланон, у меня была абсолютно ненормальная реакция на пьяного человека. Ужасная реакция. Понимаете? Я была готова его убить. Я его ненавидела, когда он приходил домой пьяный. И это абсолютно ненормально. И это то, что зачисляет меня в категорию хроний. И я ничего не могу с этим поделать самостоятельно. Мне нужна для этого сила. Понимаете? Все понимаю, все знаю. Ничего сделать не могу. Убить готова. Я когда прошла шаги, я оглянулась назад и подумала, Господи, да, какая же я была больная. Знаете, я как-то на собраниях услышала, сказали, да, у вас перепишется ваше прошлое. Ну, знаете, ну, бред какой-то. Ну, ребят, ну, давайте уже иметь совесть, да. Ну, ладно, будущее. Ну, ладно, настоящее. Ну, как это прошлое-то может переписаться? Ну, вы вообще меня злахо держите, да? Тем не менее, оно переписалось вообще. Оно переписалось больше, чем что бы то ни было. Потому что, когда я прошла шаги и вернулась в это осознанное мышление, я посмотрела назад. Господи, как он все эти годы жил со мной. Это святой человек. Это необыкновенно. Он всегда был добр ко мне. Он всегда любил меня. Он всегда был щедр и остается щедр. Я много-много лет не работаю, он меня обеспечивает до сих пор. Он с радостью тратил деньги на меня всегда. Каждый Новый год я получаю новый мобильный телефон. Дианка говорит, что у тебя три телефона? Я говорю, что я еще не успела освоить. У меня никогда не было повода его подозревать. Он всегда был однолюб. Всегда. Моя реакция была ненормальная. Я как-то вспомнила. Мы были за границей. Естественно, all inclusive, он, конечно, там был все время бухой. И я прям помню, как он с нашим сыном играет в настольный теннис. А поскольку он под газом, он не может попасть по мячику. Сын счастлив, он просто хохочет. Ему так здорово, ему так нравится играть с этим папой. А я смотрю на них со стороны, и я готова его убить. Сволочь. Да? А, собственно говоря, чего? А почему? Вот это и есть моя ненормальная реакция. Это моя болезнь. Я как-то спросила своего мужа, говорю, слушай, скажи мне, пожалуйста, по-честному. Ты меня много ненавидел? Он говорит, нет. Я всегда любила тебя. Ой, а я поненавидела. А злоба, как мы знаем в четвертом шаге, враг номер один. Это то, что меня убило. Потому что, когда я пришла в программу, я была, конечно, уничтожена этой злобой. Вот. Первые две категории опасны для сообщества. Написала я под диктовку своего спонсора. Почему? Потому что это люди, которые могут жить без этих шагов. Они могут жить за счет силы группы. И здорово. Я люблю этих людей. Такие люди есть на моей домашней группе. Здорово. Я не могу. Я не могу, понимаете? Эти люди могут жить за счет первых трех шагов. Я не могу. Эти люди могут жить без спонсорства. Я не могу, понимаете? Потому что я прожила, я как-то прочитала в интернете, Если человек 6-8 месяцев прожил рядом с зависимым человеком, он болен Ребята, ну я прожила 26 лет У меня печать негде ставить Поэтому опыт тех людей мне не подходит Он опасен для меня, хорошо я это сегодня понимаю Третья традиция, открыла двери всем Любой человек, зашедший в наши комнаты И сказав, я родственник или друг, да, все, добро пожаловать Я рада этому человеку, я готова делиться Но мне надо четко понимать, кто он Приходит жена алкоголика и говорит Я сделала первые три шага, припоручила своего мужа Богу Мне хорошо, мне другие шаги не нужны Здорово, а мне нужны Я, я, понимаете, я хронь полная, однозначно С ненормальной реакцией практически на все Как потом случайно выяснилось в шагах Вот Прекрасная фраза на странице 22 Прям вау Да, вот эта программа, она действует Здесь на самом деле прям сразу в первых шагах дается очень много новых действий Их надо просто увидеть Простая фраза Если вы обратите внимание алкоголика на ошибочность его доводов Он усмехнется в ответ или станет раздраженным и откажется говорить с вами Это то, что я делала десятилетиями Я все время говорила своему мужу, что он неправ Я говорила своим детям, что они неправильно себя ведут Я говорила родителям, я говорила друзьям Я всю жизнь говорила другим людям об ошибочности их доводов Никто ни разу не сказал спасибо Мы неблагодарные свиньи просто Оказывается, я все эти годы нарушала закон духовного мира Мне нечего делать в жизни другого человека Бог есть, он ведет каждого человека своим путем Не мое дело, каким путем это другие люди Оставь всех в покое Ну и дальше Чего здесь еще интересного Ой, члены их семьи, друзья, смутно осознают, что это пьяницы, ненормальные люди Вот смутно осознают, это хорошее определение моего мышления Смутное осознание Я жила в этом мире, смутно осознавая, что происходит со мной Мне как-то подруга напомнила такую смешную историю Когда у меня средние дети родились двойни И мне всегда очень хотелось устроить им хороший праздник И я все время умоляла своего мужа Пожалуйста, вот только в день рождения детей не напивайся Потому что мне надо, да Я не могу, да, я это не потяну Я там вызывала аниматоров, там приглашали друзей И мне моя подруга как-то рассказывает Я говорю, помню, я прихожу к тебе на день рождения У нее сын дружил с моими детьми И муж сидит вот в углу, говорит, вот с такой красной мордой, да, с таким шлейфом А ты бегаешь, такая радостная, счастливая, говоришь Ой, слава богу, что Леха не пьет И я прям вспомнила это, да Мне очень хотелось верить, что он не пьет Очень хотелось Я не верила И он так обманывал, конечно Я понимаю, почему он делал это, да Он там все время говорил, что у меня нарушение мозгового коробращения Или там, или я устала Или там, о шутке было душно Там все не было такое Ну, короче, он ходил все время бухой Рассказывал мне песни, а я верила в это Но это помогало мне выжить, на самом деле, да Такая хорошая защитная реакция психики Совершенно нормальная вещь, в общем-то Я была не готова к этому Это помогало мне выжить Да Ну что, да, вот Выход есть А дальше про меня и вообще про нашу программу Никому из нас не нравилось заниматься Слушайте, ребят, мне не нравится всем этим заниматься Честно вам скажу Совершенно не нравится унимать свою гордыню Очень неприятно звонить своему спонсору Рассказывать про свои косяки Делаю это постоянно Очень неприятно признавать свои недостатки Никуда не делись, ничего Господь не забрал Я просто научилась этим жить Но это требует процесс духовного совершенствования Вот чем мы занимаемся после прохождения шагов Духовным совершенствованием Я думала, что я пройду шаги, стану такой духовной, блин Начну светиться, махать крыльями, ходить в ФВ Алло, да, угомонись, да, ты жена алкоголика Это духовность, это та прослойка, которая помогает мне Быть нормальным человеком, нормальным Потому что я никогда не была нормальным человеком Я считала себя нормальным человеком Впоследствии выяснилось, что это заблуждение Вот Ну и здесь нам как бы намекают, да Страница 25 И коль скоро мы оказались в положении Из которого невозможно выбраться с человеческой помощью Мне надо догадаться, что я не могу выбраться из этого с человеческой помощью У нас было всего лишь две дороги Первое, либо брести к своему печальному концу, да Либо принять духовную помощь И мы здесь пишем два пути Мой путь и путь Бога Какой твой выбор? Или ты продолжаешь дальше жить на основе, да А что на основе чего я жила на основе? Своей воли, да, делала то, что считала нужным Или я все-таки поканаю в сторону Бога Пойду, посмотрю, а как это можно по-другому, да Такая простая вещь, выбор Или я дальше продолжу свою жизнь, да Или все-таки я начинаю предпринимать какие-то шаги И дальше дается прекрасный пример прекрасного, да Одного американского бизнесмена Это Рональд Хаддарт Это человек, который был спонсором Эбби Татчера Друга детства Билла Уилсона, да И о том, как он пытался протрезвить своими собственными силами Он был человеком богатым У него было полно денег Он мог позволить себе всех самых лучших врачей После того, как все врачи в Америке были испробованы, да Он решил обратиться на Запад А что же там творится в Европе? У нас в Европе было три Ну, мировая величина того времени Сигизун Фрейд, да Но он уже был стар, как бы уже и был занят И не смог его принять, да У него было два ученика Адлер и Карл Юнг, да Чудесным образом Рональд Хаддарт попал к этому Карлу Юнгу, да Вот, это спасло его Потому что он прошел курс лечения в течение года, да Несмотря на то, что был уже скептиком Ни во что уже не верил Был абсолютно уверен, что на этот раз ему удастся остаться трезвым Поскольку получил знания, да Мы здесь пишем 90% знаний бесполезные Вот, тем не менее набухался на обратной дороге, да В Америку Когда приехал Карл Юнг и спросил его, что же делать Да, он сказал Что делать Есть редкие исключения, да Он сказал, что у вас мышление хронического алкоголика Я не знаю случаев, которые могло бы помочь, да И направил его Он вернулся в Америку Пошел в Волгсовскую группу Там протрезвел Ну и там Бог, короче говоря, работал прекрасно Вот знаете, когда обратно отматываешь вот эти события Бог потрясающий Так он вот расставляет фигуры, да На шахматной доске Выражение одного товарища, которое мне очень нравится Вот Короче говоря, знания, это не то, что могло мне помочь Потому что я знала, как правильно Я не могла так поступать Вот, мне нужно было что-то другое Знания не для таких, как я Я это пыталась Я ходила к психологам, да И это только хуже Я не настолько здоровый человек, чтобы мне могли помочь психологи Помочь, да От алкоголизма не помогает Нет Мне нет, да Мне только хуже становится Когда я знаю, как мне надо себя вести Я не могу так себя вести, да Я подсаживаюсь на чувство вины И так далее Нам не пора сделать перерыв, как вы? Давайте сделаем Все, спасибо вам огромное Перерыв Субтитры создавал DimaTorzok